О задымлении в лесном массиве сообщили чуть больше часа назад. Задача авиаотряда как можно быстрее обнаружить возгорание и сообщить координаты в диспетчерскую службу. Летчики-наблюдатели выходят на полное кольцо патрулирования. К счастью, тревога оказалась ложной. Проверили тайгу в районе реки Бирюса, но пожаров не обнаружили. Всего же под контролем воздушной охраны шесть лесничеств. Говорят, много населенных пунктов и туда при необходимости можно добраться по земле. Куда сложнее тушить пожары на севере края. Где тайга непроходимая, труднодоступная, там часто возникают грозовые пожары. И туда уже доставка людей, сил и средств возможна только воздушным способом. Сейчас в Кодинск перебросили пожарных десантников с востока. Туда, где есть дороги, людей отправляют так называемыми вахтовками. Два бортовых автомобиля лесопожарный центр получил совсем недавно. Подвеска сделали, как и раньше была, на старом Урале. Мотор нового, Евро-4, экологический класс. Кабина комфортабельная, удобная. Все. В Кодинске, например, конечно, приятнее ехать, чем на том же автобусе. При тушении лесных пожаров не обойтись без вездеходов, бульдозеров и тягачей. На этом тракторе без проблем можно пробраться в самое пекло. Он легко прокладывает себе дорогу. Оборудован емкостями и насосом для забора воды. Мы на нем нынче уже потушили более пяти пожаров. Уже им тушили. Как бы зарекомендовал себя хорошо. Мы проезжали, прям вот борозда идет. Мы прям рядом пашем. Хорошо вообще идет. Проламывает везде все хорошо. За последние три года в рамках нацпроекта «Экология» подразделения лесопожарного центра края пополнили более чем полторы тысячи единиц техники и оборудования. В Долгий мост буквально накануне доставлен новый Т-9 «Четра». Он сейчас проходит обкатку. Ну увеличивается производительность стократно, можно сказать, или ручной труд. Лопатами выкопаешь пока минерализованную полосу или тракторами. Тем же ножом, тем же плугом. Конечно, маневренный хороший трактор, мощный. Для работы на новой технике дополнительно приняли трех трактористов и водителя. По инициативе губернатора в целом по краю штат лесопожарного центра увеличили на 123 человека. Работа стала эффективнее. Мы выезжаем однозначно на все пожары и однозначно все пожары тушим. Смотрим по карте по планете Земля, определяемся по координатам. Если это наземная, посылаем туда наземный патруль. Если авиационная зона, то, соответственно, авиапатруль. Координируют все действия диспетчеры. Они же круглосуточно мониторят обстановку. В 28 районах края на потенциально опасных участках установили около сотни камер, которые передают видео. Пока лето проходит относительно спокойно.